English, motherfucker, do you speak it? И сегодня у нас будет такой обзор рекурсии, потому что это видео датировано от 7 декабря 2020 года, то есть ему уже больше года, и на тот момент у меня только-только вроде как закончились все терки с военкоматом, и я сказал, как только получу военник, все расскажу, то есть я хотел рассказать поподробнее, видео идет всего 7 минут, и буквально недавно мне принесли оповещение о том, что я должен прийти в военкомат, и собственно говоря, там мне уже сделали военник, точнее делают военник в Комсомольске, но я переехал, и поэтому он остается там. А я здесь, но военник уже готов, то есть все, мне точно дали категорию, в армию я не годен, это две причины на то, это ожирение и плоскостопие третьей степени, это все было официально, я никак не косил, но я хочу сделать вот такой вот небольшой формат, где мы смотрим тот ролик, который не выпустили, он, кстати, будет открыт по ссылочке в описании, да, просто открыт по доступу, и мы будем сейчас его обсуждать и смотреть. Так, сейчас буду фокус не просрать. Единственное, что произошло за год, я так и не научился выстраивать фокус нормально, самостоятельно, он постоянно проебывается. Зато смотрите, какой худой парень был, а, зато смотрите, какой был худой парень, и даже здесь у меня уже ожирение, которое недостаточно для армии, да, которое, как бы, в армию не годится, на самом деле, я специально набирал вес, чтобы у меня было... Ну как специально? Я, короче, да, для армии я хотел набрать побольше веса, чтобы меня не взяли, и потом как-то я просто не смог остановиться, и сейчас это я, вот он я, сейчас опять нужно худеть. Но мне буквально осталось несколько месяцев до дня рождения, и всё, мне 27 лет, я в армию не годен. После 27, видимо, начну худеть. Я ватсап, и с вами бородатый лингвист, и сегодня у меня для вас, наконец-то, хорошие новости. И, наконец-то, на этом канале я рассказываю хорошие новости, а не то, что меня забирают в армию, то, что мне не хватает денег, то, что не могу вернуться в Китай. Забавно, какие проблемы меня тогда волновали. Тогда у меня была единственная проблема, то, что мне не хватало денег на зарплату в 23 тысячи рублей в школе. Было, конечно, очень-очень тяжело. Да, и то, что я очень сильно хотел в Китае, где не нужно было работать, а сейчас вот пришлось работать. А ещё и военкомат свалился, но с военкоматом мы быстро разобрались. Давайте посмотрим, что там дальше. Новости прекрасные, как говорится, жизнь налаживается, как говорится, я не знаю, как дальше говорится, но, тем не менее, ситуация просто выходит на новый уровень, хотя бы так. Знаете, хотя бы с некоторыми проблемами решить вопрос, это уже вызывает у меня огромное количество радости. Я сегодня шёл по улице, прям как, знаете, как свободный человек, который вот-вот-вот, хотя я не знаю, как люди себя чувствуют, которые из тюрьмы вышли, но, тем не менее, я хотя бы сейчас не боюсь, что меня сейчас прихватят за причинное место и потащат военкомат служить с автоматом ходить. Наверное, всё-таки стоит ответить на самый главный вопрос, почему я не годен. Всё очень просто. Я гей. Шутка. Шутки тоже за год не изменились. Нет, я не гей. На самом деле всё намного проще. В борьбе с армией и вот с этим призывным рабством, скажем так, мне помогло то, с чем я боролся всю свою жизнь. Ну, не то, что боролся, наоборот, себя довольно сильно запустил, но потом, по итогу, как бы всё-таки оно мне помогло. То есть, это, в первую очередь, моё ожирение. Оказывается, что с моей степенью ожирения в армию не берут, и это просто замечательно, хотя, на самом деле, кажется, мне там немножко преувеличено. Я, на самом деле, даже не берусь даваться подробности. Так это не так, пускай так. А вот сейчас пошли инсайды. Да, на самом деле, действительно, то есть, именно сейчас, вот в том ситуации, в той кондиции, в которой я сейчас нахожусь, да, действительно, у меня ожирение, с которым армию не берут, а вот то, что было там, на той фотографии, там ещё более, точнее, в то время, ещё было более-менее нормально. То есть, там, как бы, оно было довольно спорным. То есть, там ещё могли взять. Я был очень убедительным, очень обаятельным и говорил, что в армию очень сильно не хочу. И многие врачи пошли на встречу. Ну, и, в принципе, я в любом случае собирался набирать побольше веса, чтобы точно прокатить. Ну, и как бы так оно и получилось, потому что, ну, а зачем оно мне нужно? Вот осталось только всё это теперь скинуть, чтобы не умереть в 40 лет. Я жирный, жиробубель, и если для этого есть возможность, чтобы не идти в армию, окей, я туда не пойду. Второе, это то, что меня беспокоило в детстве, всегда у меня очень часто болели ноги, из-за плоскостопия. Да, у меня все стельки ортопедические были тогда. И сейчас я тоже стараюсь выбирать обувь ортопедическую. Поэтому, как бы, собственно, плоскостопие, которое выяснилось, что у меня уже третья степень. Третья степень плоскостопия на одной ноге. Да, на самом деле, третья степень плоскостопия. Я здесь тоже, конечно, не ожидал. Я думал, что у меня, опять же, как, опять же, сказал врач, что-то между третьей и второй. То есть, опять же, было прямо на грани. Что с ожирением, что с плоскостопием, оно всё было на грани. Но, в принципе, всё пошло в мою сторону. Плюс я заметил очень сильно, когда приходишь в инкомат взрослым, вот таким вот молодым человеком, который хочет жить, хочет работать в школе и нести свет детям, все врачи идут тебе навстречу, они все с тобой разговаривают, они спрашивают, типа, как же вы так-то не откосили-то, как же вы так не убежали-то, что же с вами случилось, зачем вам эта армия. То есть, врачи сами понимают, что это никому не нужно. И я заметил, какая огромная разница между тем, когда ты молодой туда приходишь, у тебя просто все чуть ли не на матах там таскать, и когда ты приходишь, да, взрослый, все с тобой абсолютно уважительно, аккуратно, чуть ли не по имени-отчеству я такой, это очень забавно. Но, как бы, да, как бы спасибо огромное врачам, которые пошли навстречу, помогли, и вот, собственно, теперь я могу не идти в армию. Осталось ровно два месяца, и у меня будет 27 лет. И уже с этим я не иду, не годен в армию. То есть, я по двум пунктам пролетаю, просто как автомат. У меня, кстати, еще был третий пункт, это психиатр, потому что у меня товарищ, он хорошенько пролетел по психиатру. Там нормальная статья, по которой ты можешь работать везде, по которой у тебя нет никаких проблем, просто ты годен во время военных действий. Ну, собственно, как и я сейчас. Я, получается, везде нарушал вот эти вот правила, вот этого тестика, да, и пришел первый раз к психиатру, он такой, о, ща мы тебя в психушку направим туда-сюда. Я такой, ну, давайте, да, направляйте. Он такой, ладно, все, иди. Короче, попросил от родителей написать эту характеристику, что-то такое. Родители все это написали, я снова прохожу тест, я его снова проваливаю намеренно. Прихожу опять к психиатру, он говорит, блин, ты че, ты че вообще, зачем, я понимаю, что ты никуда не хочешь идти, но у тебя вот, допустим, по хирургу стоит вопросик, и вот у тебя по терапевту стоит вопросик. Реши сначала там, если ты там не сможешь, мы уже будем думать, как здесь с тобой работать, потому что я понимаю, что ты абсолютно нормальный, просто ты не хочешь в армию, мы это прекрасно понимаем. Как бы мне это так, на самом деле, душу немного согрело, потому что, блин, ну, оказывается, это тоже люди, с которыми точно так же можно договориться. Собственно, потом не пришлось. Потом, как только мне поставили по хирургу и по терапевту отбой, я сразу написал нормальный тест, он такой, ну вот, все, давай, удачи, надеюсь, не увидимся, я такой, да, действительно. Платить не пришлось, все на собственном здоровье, как говорится, но на самом деле, да, тут, конечно, стоит отметить, что очень важны человеческие качества. Очень много таких молодых, еще дерзких ребят, которые приходят, такие, да че, на тыре, наша армия не нужна. И вот такие там как раз-таки нужны, да. И к таким как раз-таки никто никакого сострадания не проявляет, никто им по матчу не пытается, всем на них по барабану. На самом деле, я заметил, что в армии нужны именно такие люди, потому что то, что я видел, как разговаривает военком со своими подчиненными, ну, это просто жесть. Там чуть ли не через мат стоят люди, он там, че на, не понял на, как так на, я сколько раз на, говорил на. И я так смотрю, и мне аж неприятно, да, потому что, ну, как бы то ни было, это девушки. Там рядом сидели девушки. Ты им сказал, ну, понятно, я, конечно, понимаю, что мы тут все сексисты и все такое, но все-таки мне кажется, что это, ну, как-то неправильно. Где вот эта та самая этика подчиненными начальникам? Где она? Тоже то, что меня очень сильно толкнуло, это то, как он общался со своими подчиненными, потому что он с ними прям жестко, на матах, прям вот, вот прям по-серьезски. И, ну, я не знаю, я такого не хочу терпеть, я не хочу, чтобы со мной так разговаривали, блин, но это прям очень и очень неприятно. И это такой пробный период. Хочешь ли ты, чтобы с тобой вот так вот всю жизнь твою разговорить? Ну, не всю жизнь, точнее, а вот на протяжении этого года или нет? Я очень сильно не хотел, и как бы, слава богу, что не нужно. Я будто зашел в какую-то подворотню, где гопники друг с другом вот так общаются. Прям очень-очень неприятно это выглядит. Ее не существует, а в армии, как я понимаю, все так. И как раз-таки такие люди, которые приходят и ведут себя вот так вот нагло, так вот дерзко, им никто помогать не хочет. И поэтому, собственно говоря, они уходят в армию. В моем случае я был абсолютно верлив со всеми, я рассказывал свою историю. Ну, то есть я ничего не обманул, и я не могу сказать, что мы там что-то там сделали, подделали документы. Нет, все по рамкам закона. Просто врачи пошли мне навстречу, просто мы с ними поговорили, мы с ними общались, они выслышали мою позицию, я выслышал их позицию. Ничего не было. То есть никаких таких преступлений я не совершал. Просто человеческое отношение к людям, которые также ответили мне человеческим отношением. И это очень приятно, потому что, когда я читал комментарии, мне говорят, все, не приходи, бегай, тебя сразу же подпишут, ты в тот же день уедешь, тебя сразу же примут, и ты сразу же отправишься служить. Ну, конечно же, это не так. Конечно же, это не так. Но на самом деле я не буду утверждать, потому что я не знаю, как это в других городах. Вот у нас как-то в Комсомольске это было вот попроще. То есть немногие мои товарищи, которые точно так же просто приходили, и вот просто на харизме, скажем так, от них уходили. Ну, я не знаю, просто повезло, или я не знаю, но мне, как кажется, что тут нужно очень важное человеческое отношение. Потому что если ты приходишь, начинаешь дерзить, начинаешь вести себя как быдло, они такие, о, это к нам, это сюда. Так, у меня были запасные варианты, но все-таки я хотел, чтобы как-то эта тема прокатилась со здоровьем. Просто, как мне кажется, нужно уметь объясниться, потому что, ну, я понимаю этих врачей, мы когда с ними общались, они тоже все прекрасно понимают, что на самом деле я обычный человек, да, то есть я парень, мне 25 лет, мне осталось 2 года, да, я учусь в магистратуре, да, то есть я получаю высшее образование, я работаю в школе, то есть мне эта армия в принципе не нужна, и они это прекрасно понимают. И поэтому, соответственно, они идут как-то навстречу и подсказывают что-то, да, то есть опять же, ну, я, конечно, да, были определенные хитрости, на которые я пошел, то есть, например, то, что у меня с ожирением. Я, как вы знаете, похудел на 30 килограмм, потом чуть набрал из-за карантина, да, сейчас вот опять пытаюсь худеть. Но на момент того, как меня призвали военкомат, все, я решил, что ожирение тоже тот самый вариант, который может прокатить, я перестал заниматься, и ту фотографию, которую вы увидели в инстаграме, это плод моих стараний. Ну да, стараний, стараний, в принципе, по Фрейду сказал, ну да, это плод моих стараний, то есть, да, я отъедался, вон у меня лежат коробки от Додо Пицца, то есть я жрал как не в себя. Как вы, наверное, можете видеть по мне, мне удалось, у меня вот такое вот опухшее лицо, я уже давно не видел, потому что воды во мне скопилось, ой, мам, не горюй. О, да, сейчас-то у меня не опухшее лицо, да. Не, на самом деле надо заняться собой, вот здесь мне даже нравится, как я выгляжу, надо как-то что-то с собой делать. Ну да, действительно, я очень много ел тогда, специально, намеренно, я прям перестал есть рис, гречку, я очень много ел макарон, там, с сыром, с кетчупом, с майонезом, все это заливал, чтобы поднакопить немножко сала. Я потреблял довольно большое количество калорий, я, получается, специально просчитывал, сколько мне нужно съесть, я ел по несколько раз в день, при этом двигался минимально, не ходил в спортзал, просто ел. Привычка ходить в спортзал так и не вернулась, надо снова начать. То есть, если нужно куда-то поехать, я лучше бы на такси съездил или на автобусе, да, то есть, тот самый военкомат. Потому что, ну, в моем случае мне это было необходимо, чтобы у меня хотя бы водичка скопилась в организме, и чтобы я как раз-таки, ну, прокатил за того, за кого нужно. В общем-то, так и получилось. Так и получилось, то есть, мне в военкомате поставили как раз-таки ту степень, которая мне нужна, и это прекрасно. То есть, ну, это, конечно, плохо для здоровья, хотя, опять же, все анализы, которые у меня взяли, и кровь, и давление, и посмотрели на ноги, и все окей, то есть, по здоровью мне окей. Очень хорошо, что я начал заниматься собой именно, да, и у меня все проблемы, которые у меня были, то есть, повышенное давление, оно ушло, да, то есть, у меня были опухоль на ногах такие, из-за жир, я не знаю, как это правильно называется, но, короче, они тоже ушли. Ну, и, собственно, анализ крови у меня нормальный, поэтому, в целом, я доволен. Вот сейчас опять начну заниматься, снова начну ходить. Я не буду говорить, что сейчас все нормально, потому что, я не знаю, я давно это не проверял, но, скорее всего, у меня там реально косяки. Надо, надо заниматься. Так что, в принципе, вот такая вот получилась история, такой вот получился коротенький маленький видос, то есть, я не знаю, скоро будут новые видео, да, скоро как раз-таки выпущу сравнение озвучек, скоро будет разбор одного очень интересного курса, я уже посмотрел, вот, скажем так, собираю деньги, ну, как собираю, просто коплю, откладываю на то, чтобы купить этот курс, и его тоже обозреть, потому что, ну, персонаж очень интересный и, на самом деле, очень забавно, и, на самом деле, это даже забавно, что мне об этом сказали мои дети, я о нем вообще не знал, мне изначально о нем сказали дети мои, и, как бы, я такой, ух, это интересно, да, это интересно, нужно это заценить. Потому что очень хорошо, когда любовь к английскому прививают, да, но очень плохо, когда его прививают именно таким способом. Интересно, про кого это я говорил? Про кого это я говорил? Даже не знаю. Походу про Скэнк это я говорил, да. А, нет, это был Курчанов, это я про Курчанов говорил. Да, это тот персонаж Курчанов. Я кидал этот ролик в свой канал в Телеграме, обязательно подписывайтесь. И там ребята даже прокомментили, спросили, что не про Сердюкова ли речь. Нет, не про Сердюкова. Про Сердюкова еще будет один ролик очень серьезный, потому что кое-что назревает очень серьезно. Я пока что спойлить не буду, но очень скоро кое-что будет. И да, это была речь про Курчанова. Я тогда смотрел и, конечно, бомбил от того, что он туда накидал в свой курс. Да, ну, в общем, короче, забавно, насколько все сильно изменилось за один год. То есть тогда я работал в школе, вот, да, почти ровно год прошел. Тогда я работал в школе, и мне вообще категорически не хватало жизни. Была жесткая депрессия, да, не хватало денег на жизнь. А сейчас я переехал в Петербург и работаю удаленно. И, по сути дела, основную прибыль мне приносит канал. Блин, это очень, конечно, прикольные такие вещи смотреть. Надеюсь, так оно и продолжится, и так оно и будет. Короче, да, не знаю, к чему был этот ролик. На самом деле он просто был, чтобы сильно много времени на канале не тратилось без роликов. Просто такой вот халтурный ролик. Плюс многие меня просили рассказать, что там с армией. С армией вопрос решен, военник почти у меня. Единственное, я его пока не получаю, потому что сейчас я в Питере, а он в Комсомольске. И мне говорят, что нужна временная прописка. Как только я ее получу, я заберу его отсюда, да, из Питера. Но пока что он в Комсомольске, он готов. И, то есть, проблем у меня с этим пока нет, и с армией тоже проблем нет. Но пока, вроде как, он мне и не нужен. Надеюсь, что и не понадобится. А этот ролик я хотел записать давно, просто я думал, что вопрос с армией будет решаться много быстрее. Потому что с момента того, как я подал все документы на комиссию, да, Хабаровск, как только мне поставили пока, что я негоден, и отдали документы, прошел ровно год. Ровно год прошел. Год, представляете? То есть, я просто охренел. Что это так долго делается там? Что так долго проверялось? То есть, меня просто держали в неведении, но, в принципе, и по барабану. В принципе, сильно-то мне в армию и не хотелось. Так что да, как-то так. Спасибо за просмотр. Я не знаю, какая мораль, тут никакой не будет морали. Просто небольшой халтурный ролик. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. И ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком изи. Пока.